Для тех, кто любит географию, историю, биологию, открыт в Санкт-Петербурге музей Титикака, рассказывающий о тайном и неизвестном, что есть на планете. Для этого достаточно просто купить билеты и отправиться бродить по залам. Титикака, музей рекордов, СПБ получил такое название из-за озера с таким же именем, которое поставило ряд рекордов, 100 миллионов лет назад здесь был морской залив, так как до сих пор тут живут морские обитатели, самое высокое озеро в горах, по которому ходят корабли, здесь больше пресной воды, чем в водоемах по всей Латинской Америке. Такие факты превращают озеро Титикака в настоящее чудо. Поэтому музей получил такое необычное название, где собраны чудеса и рекорды со всего мира. Топ-7 достопримечательностей из книги рекордов Гиннеса музей «Веришь или нет?» СПБ собрал в себя свыше 70 диковинок. Часто это просто шокирующие экспонаты, которые привезли со всего мира. Например, среди них можно увидеть яйцо брахиозавра, а также самый маленький автомобиль размером в 134 сантиметра. Авто бьет все рекорды по количеству фото с ним. При перевозе его через границу таможенники не знали, как его декларировать. Так как для авто слишком маленький, а для игрушки большой. Здесь находятся четыре зала с разной тематикой, чудеса природы. Необычные люди. Исторические загадки. Что было произведено в России? Экспозиция так устроена, что некоторые вещи, для которых это не опасно, можно потрогать и в них даже получится залезть. Те, кто создавал музей в Петербурге, сами отправлялись в поиски по всему миру, чтобы у коллекционеров перекупить экспонаты. Факт не просто находили, его иллюстрировали, чтобы можно было потрогать и воочи увидеть, как это было на самом деле. Важно, можно увидеть в четвертом зале микроминиатюры современных левшей. Среди них, например, журавлик из бумаги, достигающий 4 миллиметра. Например, среди прочего, здесь есть кукла Барби 1959 года. Можно увидеть компьютер, Макинтош, появившийся первым в мире. Получится померить огромные ботинки, больше которых в мире нет. Даже есть возможность побить один или несколько рекордов Гиннесса. В залах можно наблюдать самых толстых и тонких людей. Например, талия одной женщины, Этиль Грейнджер, проживающей в Великобритании, составляла всего 33 сантиметра. Экспозиция музея практически полностью интерактивна. Поэтому практически все можно потрогать. Например, следует залезть в сердце кита, которое здесь лежит в реальную величину. Для детей есть возможность посетить в СПБ музей Титикака. Как уже было отмечено, здесь собраны рекорды и невероятные факты со всего мира. Это единственное место такого уровня в России. Музей динозавров в Санкт-Петербурге. Цель выставки в первую очередь была связана с расширением кругозора детей и подростков, чтобы повысить их уровень эрудиции и помочь полюбить исследовательскую работу, чтобы из них родились историки и геологи. Если на уроках ребенок только слышит о том, чтобы были динозавры, или возможно существование внеземной цивилизации, то в музее он все это видит. Посетив один раз выставку, подросток поверит в то, что на уроках истории, географии, литературы и биологии ему говорят правду. Важно! Следует звонить по телефону 9-82-29-36, если требуется уточнить что-то по билетам или времени работы. Для малышей дошкольного или младшего школьного возраста будет интересно побывать в сердце кита, увидеть яйцо динозавра и другие чудеса, которые можно потрогать. Для детей среднего возраста, которые уже изучают биологию и географию, будет интересно узнать месторасположение озера Титикака. Они смогут понюхать самый большой цветок в мире. А также станет открытием, что в Эквадоре, оказывается, два экватора. Для подростков и учащихся старших классов станет интересно узнать о том, откуда появилось слово спам. Они познакомятся с богатейшей женщиной на земле. Узнают о странных традициях Японии, Таиланда, Китая, Германии, Эквадора и Италии. Вот несколько примеров экскурсий для детей и взрослых. Обзорная, которая носит название «По следам альпаки из Титикаки». Для тех, кто изучает общество знания, будет интересно посетить экскурсию «Верю или не верю». Подросткам понравится возможность познакомиться с открытиями 20 века. Взрослым тоже будет интересно посетить в Санкт-Петербурге музей Тики-Кака. Есть персональный гид, а также можно подключиться к общей экскурсии. Для детей будет интересно не только посетить все четыре зала, но и пройти квест. Важно! Мини-квест для ребенка позволяет проверить себя на предмет увиденного и услышанного. В СПБ музей рекордов Гиннеса является единственным в России, поэтому сюда съезжаются туристы со всей страны, что означает, билетов на желанный день может не быть. Музей иллюзий Казань выходных у музея нет, он работает даже в праздничные дни. Каждый день открывается в 10 часов утра и закрывается в 9 вечера. Касса работает до 20. Питер – это единственный культурный город, который удостоен чести иметь такой музей, как Титика. Билет имеет совершенно разную стоимость, в зависимости от того, будет ли заказана экскурсия или нет, а также, сколько лет ребенку. Для взрослых цена на лето 2018-го составляет 450 рублей звездочка, если день праздничный или выходной, то 550. Для детей от 4 до 14 лет цена достигает 350 рублей в будни и 450 в выходные. Важно, есть льготы для инвалидов, многодетных семей и ветеранов ВОВ. Стоимость льготного билета в любой день составляет 300 рублей. Для ветеранов ВОВ и детей до 3 лет посещение музея бесплатное. Если воспользоваться персональным гидом, то придется заплатить 1000 рублей. По четвергам для взрослых и детей стоимость билета составляет всего 350 рублей. Есть возможность посещать музей группами. В этом случае, набрав 15 человек или больше, с каждого взрослая группа заплатит 400 рублей, а детская с каждого ребенка по 300. Экскурсовод в этом случае предоставляется бесплатно. Только важно заранее забронировать время, позвонив по телефону 9-82-29-36 или сделав это онлайн на официальном сайте. Можно приобрести билет через интернет, не приезжая специально в кассу, что позволит сэкономить время, к тому же не придется стоять в очереди. Для этого просто на сайте нужно выбрать нужную стоимость и ввести свой электронный почтовый ящик, а также телефон для уточнения данных. Главное – получить купон. Важно! На территории выставки можно делать фото и видеосъемку. Причем это совершенно бесплатно. Адрес – город Санкт-Петербург. Улица. Казанская, дом 7. Добраться до местонахождения можно на метро. Выйти нужно будет на станции «Проспект». Потом пройти 5 минут по улице Казанская до парадного входа, подняться придется на второй этаж. Это лучший вариант. Если хочется ехать на машины, то можно воспользоваться картой. Адрес официального сайта. В помещении есть Wi-Fi, можно перекусить в кафе. Парковки как таковой нет, но можно парковаться просто возле здания, только места, особенно выходные и праздники, есть не всегда. Но рядом есть развлекательный центр «Фридом». Тут можно не только припарковаться, но потом и отдохнуть всей семьей. Всего на посещение требуется полтора или два часа, чтобы посмотреть всю экспозицию. Это уже музейный факт, что многие петербургские жители даже не подозревают о том, что в его городе есть такое чудесное место. На территории музея можно купить сувениры по понравившейся тематике. Также есть возможность приобрести в кассе подарочный сертификат, чтобы подарить его любимому человеку по поводу какого-то праздника или просто так, чтобы сделать приятное. Есть семь причин, почему нужно поехать в Титикаку, можно узнать, где цветок пахнет мясной продукцией. Где звери умеют варить кофе. Можно увидеть настоящее яйцо, которое отложил реальный динозавр. Как раньше проверяли, человек говорит правду или обманывает. Можно будет померить средневековую маску позора, которую надевали на голову женщине, любящей ворчать и сплетничать. Сфотографироваться в челюстях древней акулы, не боясь, что она может закрыть пасть. Можно будет понюхать самый вонючий цветок мира. Будет возможность посетить место рекордов Гиннеса даже иностранцам. Для них есть путеводитель на английском языке. Гиды умеют работать с людьми самого разного настроения, а также с маленькими детьми. Малыши не помешают папе и маме насладиться прогулкой по музею. Решая, куда отправиться отдыхать следующим летом, обязательно стоит запланировать посещение Петербургского музея Титикака. Он оставит море впечатлений в сердце каждого туриста, как взрослого, так и самого маленького. Звездочка цены указаны по состоянию на август 2018 года.